Мало кто сегодня помнит или знает, что в районе современного южного путепровода на берегу реки еще не так давно находился парк, где любили отдыхать горожане. Парк называли керамический или керамиков так, как он, прежде всего, созданный рабочими и для рабочих этой отрасли. Рядом находился район, где они компактно проживали и место работы, огнеупорный завод «Красный Октябрь», а также кирпичный строитель и горшочный цех. Посещали парк и жители соседних районов. Интересно, что парк невольно расположился в историческом месте. Так, в старину в этой местности располагалась почтовая станция с названием «Торецкая» с вариациями в источниках, при реке Торце и при Кривом Торце. Находилась она на Большом почтовом тракте, который соединял уездный бахмут с губернским Екатеринославом. Почтовая станция возникла в конце XVIII века, как и сама дорога, и в частности нанесена на карту Екатеринославского наместничества 1792 года издания. Станция представляла собой трактир, постоялый двор с харчевней, почту и конюшню. Первым владельцем трактира был крупный земельный собственник и отставной полковник Ршаневский. Вскоре он перешел во владение известной в истории города династии Намикосовых. Здесь по тракту, фактически совпадая с нынешним шоссе улицей, перевозились почта и разные грузы, осуществлялись поездки за частной или служебной надобностью. На станции Торецкой путники могли закусить, переночевать, сменить лошадей. В разное время здесь содержалось от 15 до 20 почтовых лошадей. Керамическое производство появляется здесь в конце XIX века. Недалеко от железнодорожной станции, которая находилась на противоположном берегу, близ реки расположились два завода. Первый из которых был построен в 1894 году и принадлежал немцам-колонистам Феттерам. Выпускал разный кирпич, черепицу, гончарные изделия. Спустя три года неподалеку от него заложен второй, принадлежавший Торецкому обществу огнеупорных изделий, основанного с целью приобретения. Содержание и развитие действий завода изделий из огнеупорной глины, принадлежащего Бахмутскому второй гильдии купцу Судерману. Названный купец также был из немцев-колонистов. Этот завод производил огнеупорный кирпич и керамические изделия. Судерману принадлежало и имение Торецкое, расположенное здесь же. Вскоре Тауэ ликвидирует свои дела. Позднее вместо него основано Торецкое товарищество керамического производства, которое производило шамотно-огнеупорный кирпич, трубы, марсельскую черепицу, радиальный и обыкновенный кирпич. В советское время завод был национализирован и продолжил работу. Специализировался на огнеупорах и других изделиях для металлургии. Долгое время находился в ведомстве Укрсиликотреста, получил революционное название «Красный Октябрь», а в 30-е годы его значительно механизировали, расширили. На редком снимке завода того времени, а именно лето 1933 года, мы можем увидеть автогараж, как тогда называли. Здесь шофера, механики и прочие его работники. Также как минимум пять автомашин и одно из зданий завода, очень примечательное в архитектурном плане. Внешний вид здания, судя по всему, производственного цеха, указывает его принадлежность еще к основателям производства, немецким предпринимателям. В 30-е годы поблизости от завода закладывается и парк. Что он в это время представлял, мы можем судить по снимкам и заметкам Владимира Шистко. Родился этот выдающийся человек в Константиновке в 1928 году и провел здесь детство и отчасти юность, а в 1950 году окончил живописное отделение Днепропетровского художественного училища. Известный художник-график, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой станковой и книжной графики Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица, мастер спорта СССР по альпинизму. В парке объектив камеры запечатлел компанию местных молодых парней и девушек атлетического сложения, увлекавшихся спортом, которые пришли сюда отдохнуть. Относительно самого парка видны высокие деревья, видимо тополь, стоящая в ряд вдоль берега реки, есть кустарники. Неподалеку того места, где сделали снимки, находился стадион, который представлял собой футбольное поле и ряды деревянных скамеек для зрителей. Кроме того, в парке имелась ракушка для музыкантов и лавочки напротив. Здесь же на площадке танцевали под мелодией оркестра, как вспоминает одна из жительниц, тогда молодая девушка. После войны осталась раковина и лишь стены. Я даже сделал несколько рисунков. Изредка на футбольном поле были встречи команд, отмечает Шистка. К сожалению, о судьбе этих рисунков он не упоминает, видимо, не сохранились. На берегу реки находились пляж, лодочная станция и 10-метровая вышка с трамплином для прыжков в воду. Под пляж от камыша очищалась часть берега рядом с водокачкой. Последнее представляло собой кирпичное высокое здание у реки напротив вокзала. С началом войны, осенью 1941 года, водокачку взорвали, и все стало рушиться. Но мы, пацаны, и во время оккупации бегали в жару на реку купаться. Ты куда? На лодочной станции можно было взять лодку напрокат и совершить неспешное путешествие на веслах в левую сторону за мост, перекинувшийся через реку, или вправо до поворота реки и обратно. Река была чистая и глубокая на середине. У берегов были заросли очерета, камыша. Упомянутый здешний мост через реку тогда был деревянным. В целом, появление первого моста на этом месте, он же первый на территории современной Константиновки, также связано с Большим трактом. Так, в начале XIX века отмечалось устроен хороший каменный мост в станцию Торецкой. С рекой Кривой Торец связаны и некоторые легенды о его судоходности. Разнищиеся в деталях, но схожие в том, что якобы когда-то давно здесь плавали некие корабли, в одной из версий упоминается даже кем-то найденный значительных размеров якорь. Однако красивые легенды, как правило, не выдерживают противостояния безобразным фактам. Степная река непригодна для судоходства, и в прошлом, о чем свидетельствуют источники, была еще мельче, чем сегодня. Летом сильно пересыхало, весной разливалось, а ледоход рвал мосты. Прекращение существования парка керамиков относится к 60-70 годам прошлого века, и связано это с расширением завода «Красный Октябрь», а также с выравниванием русла реки при строительстве южного путепровода. Так, в конце 70-х железобетонная транспортная артерия перекинулась через Торец и железную дорогу. Старое русло было засыпано. Несколько захоронений времен Второй мировой войны, которые были в парке, перенесли выше, на гору. Установили здесь памятный обелиск, высадили деревья и ели. Это место и сегодня можно посетить. С банкротством и полным разрушением в нулевых годах завода «Красный Октябрь» вся его территория оказалась заброшенной, заросшей порослью и сорняками, изрытой экскаваторами, засоренной битым кирпичом и бетонным. Кривой Торец в районе бывшего парка сильно обмелел и зарос камышом. Здесь развелось множество диких уток, а в леске на месте бывшего производства – фазанов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok